здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет небольшой обзор двух инфоповодов которые случились до нового года случайно ну во первых первое событие которое я случайно наткнулась в соцсетях я подписана на варламова и там он катаясь на лыжах или сноуборде я не обратила внимание на общем на горнолыжке он вывихнул плечо и в общем-то довольно интересная ситуация с точки зрения астрологических аспектов я решила посмотреть и сейчас я вам покажу эти аспекты которые как раз и говорят во первых что бы был момент довольно опасная во вторых то что ну какие итоги вот это ну для чего все это произошло да вот с точки зрения астрологии и второй момент который до сих пор будоражит наши сми и все и всех остальных это вечеринка ивлеевой за которую сейчас все извиняются и вот эта вся отмена и так далее я заглянула в ее на то не натальную карту а космограмму для того чтобы понять что это было когда это закончится и вообще чего нам с вами ожидать от этой истории да значит что касается варламова когда он вывихнул плечо я ну вот посмотрела его космограмму и поставила транзит планет на этот момент и что я здесь увидела первое то что уран у него стоит прямо на марсе но это действительно очень травмоопасный период когда неожиданно может происходить все что угодно причем трансурановые планеты они долго стоят на планетах соответственно этот период у него довольно долгий и но как бы ну то что это случилось именно в этот день это случилось именно в этот день но ему наверное не стоило но хотя с другой стороны этот период он вот к трансурановые планеты они до двух лет ходят туда сюда да по планетам и соответственно ну такой период довольно сложный он как раз ну вот в этот наверное ему не стоило вообще в принципе в течение там года полтора кататься и какие-то опасные виды спорта использовать потому что ну как бы период опасный но смотрите здесь интересная ситуация дело в том что от этого самого транзитного урана идет и хороший аспект тригон на его узел о чем это говорит о том что вот в этот период что вот это вот ничего ну несчастье да вот вот эта ситуация она послужила тем что человеку как раз сейчас дается время для того чтобы работать над своим предназначением вот такая вот история понимаете вот с одной стороны неприятное событие да но с другой стороны это даст ему возможность замедлиться и поработать над тем что может быть он когда-то но долгое время откладывал да потому что он ведет активный образ жизни и вот таким образом его судьба как бы немножечко притормаживает для того чтобы он не отвлекался на вот эти все свои активные виды спорта да и занялся каким-то уже своим предназначением а дальше солнце у него в трене к урану а значит транзитное солнышко в трене к его натальному урану и это говорит о том что все таки вот в этот период но та ситуация которая произошла солнце солнце не так быстро идет естественно как трансурановые планеты не так долго вернее идет как трансурановые планеты этот аспект буквально день-два да и вот в этот день в принципе даже то что это произошло такое несчастье да это несчастье все таки сделай как она в итоге все будет хорошо вот так вот потому что солнышко подсвечивает потому что действительно невзирая на то что ситуация негативная все равно высшие силы что называется помогают да ну то есть могло бы быть может быть и хуже но солнышко оно как раз помогло тому что ну как-то вовремя все хорошо там и и вообще вот эта стрёмная ситуация его с вершины горы везла лыжница это это вообще я не знаю как это 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 чудовищно страшно но вот то что солнышко вот в таком хорошем аспекте к его урану ну и позволило можно сказать выйти сухим из воды да дальше и узел квадрат солнышко а значит узел транзитный ну то есть вот его натальный узел хорошо аспектирует транзитный уран а и транзитный узел в квадрате к его солнышку и это говорит о том что сейчас вот с помощью вот этого всего еще и идет какая-то какое-то редактирование его эго его ну вот личности да вот ему его немножечко скажем так осаживают слишком может быть куда-то несется да вот и вот с помощью вот такого вот квадратика ну квадрата да ему дают ну такой сигнал что немножечко надо приостановиться вот как бы через несчастье это сигнал к тому что надо ну как-то быть немного поскромнее да вот дословно перевожу теперь что касается ситуации с ивлеевой здесь ситуация немножко похуже знаешь смотрите уран у нас вот транзитный уран в оппозиции к ее плутону и вот это вот как раз и есть то что ну я я считаю что ну основная часть того что с ней сейчас произошло а она как раз вот в этой оппозиции смотрите уран это неожиданности да а плутон это планета трансформации да и вот сейчас эти неожиданные события трансформируют ее да ну вот прям конкретно встал вот этот уран значит смотрите какие периоды у нее были довольно опасные возможно что вот это то что сейчас произошло она складывалась изначально вот смотрите с мая июня двадцать третьего года май июнь вот как вот это вот оппозиция была до май июнь двадцать третьего года я не знаю что у нее происходило в жизни но подскажите мне пожалуйста в комментариях дальше следующие следующие вот эта оппозиция у нас как раз ноябрь конец ну начиная с ноября и до конца двадцать третьего года вот эта оппозиция работает и еще раз это оппозиция будет работать феврале от с февраля до апреля двадцать четвертого года и потом вот эта ситуация которая сейчас произошла она закончится но это еще не все дело в том что нептун так вот нептун транзитный встал в квадрат к лилит и это значит что это говорит о том что высшие силы ну или как можно сказать какая-то божественная воля или ну вот такие глубокие процессы которые невозможно контролировать а к ее соблазнам стали в квадрате то есть ее очень сильно соблазняют ну вот все ситуации какие происходят они ее выводят на то чтобы показать себя с худшей стороны или войти в какой-то соблазн значит смотрите когда это начало происходить то есть вот этот аспект он почему это несколько раз происходит потому что трансурановые планеты они во-первых идут очень медленно а во вторых они возвращаются они в ретроградной фазе возвращаются и они одну и ту же точку ну вот на нашем гороскопе они утюжат несколько раз и вот эти вот прям конкретные вот эти вот аспекты да они очень сильно влияют на нашу жизнь и когда это происходило у нее начиная с апреля-сентября 22 года это началось значит в апреле сентябре 22 дальше февраль-март 23 это касание было и октябрь 23 январь 24 вот смотрите получается сразу два негативных аспекта включались ну вернее сейчас они у нее работают но они заканчивают ну вот этот аспект аспект конкретно заканчивается в январе 24 то есть тучи ну как бы сгустились сейчас да на дней но они закончатся ну вот по этому аспекту в январе 24 то есть это ненадолго а вот по этому аспекту они закончатся в апреле 24 то есть вот эти аспекты они перестанут работать и ей станет получше дальше плутон так где плут а вот плутон вот я посчитала что вот эта вот ситуация довольно опасная потому что плутон ну вот буквально недавно стоял на ее узле и тучи опять-таки сгущались в этот момент то есть если она не идет по своему предназначению то плутон пришел проверить насколько она как бы работает над собой насколько она идет по своему вот по своей траектории и плутон приходит и эту траекторию выравнивает да и вот он ее выравнивал в двадцать первом двадцать втором году до конца получается вот 21 22 год у нее плутон стоял на узле но самое плохое что плутон дальше пойдет на сатурн а вот это уже будет происходить до начала 27 года и вот в начале 27 года все наладится у них то есть вот вот такая вот неприятная история которая с ней случилось и что касается вот разбора невербального поведения в данном случае участников вечеринки я принципиально не стала этого делать потому что там ну там реально сплошной страх со стороны всех этих участников да но говорить не о чем их действительно очень сильно испугали и ну как бы вот и по аспектам я вижу что все довольно сложно и ничего хорошего нам к сожалению не стоит ожидать вот в данной ситуации да еще вот у насти как раз марс я так понимаю на лилит встал вот это как раз неожиданное такое провоцирующее событие ну вот пожалуйста то что мы имеем да поэтому но что поделать я здесь не хочу сейчас каких-то политических взглядов на это все но вот что касается ее именно ситуации да у насти все наладится в двадцать седьмом году не знаю каким образом но вот как бы тучи вот прям конкретно тучи разойдутся где у нас в апреле двадцать четвертого да вот вот эти два аспекта уйдут ну первый пораньше второй попозже но вот вообще в принципе плутон перестанет утюжить все эти планеты именно двадцать седьмом году и кстати он же шел и по этим планетам да и здесь тоже были события но не хочется сейчас сильно затягивать наш эфир я просто хотела показать взгляд на то какие транзиты у нее сейчас и мне было интересно разобраться вот с точки зрения когда это у нее закончится ну а закончится как вы поняли в двадцать седьмом году поэтому что будем ждать будем ждать я конечно ну вот со своей стороны я считаю что конечно это все к это дурацкая ситуация совершенно дурацкая да безусловно вот что касается меня то этих извиняюсь лолиту и там киркорова мне не жалко да а вот настя вообще попала между молотом и наковальней и вот здесь вот мне конечно очень обидно за девчонку девочка в общем то ну хоть она и провокации создает какие-то и много чего делает слишком смело но вот по-человечески мне не хотелось бы чтобы настю наказывали но это опять таки это мое личное мнение и напишите в комментариях что вы считаете по этому поводу да и на этом я с вами прощаюсь этот обзорчик небольшой просто хотела вам показать для того чтобы вы вот особенно те кто у меня на астрологии учатся до чтобы вы вот этим вот учились пользоваться и использовали в своей жизни потому что вот эти аспекты они очень важны и они довольно долго на на нас действует и довольно мощно вот точечно понимаете если человек что-то не не доделал что-то ему надо ну вот перед человеком от вселенной стоит такое задание но если он не идет по своему пути то с помощью планет идет редактирование его дороги до или редактирование его траектории движения и вот таким вот часто очень неприятным способом нас ставят на нужную траектории движения что касается варламова да вот здесь вот ну в общем то у него там ничего страшного до никаких плохих перспектив я не увидела а вот у насти конечно вот черная полоса она она видно по натальной карте и у каждого из вас вот такие вот вещи они очень четко видны и пожалуйста изучайте астрологию либо обращайтесь на консультацию для того чтобы ну как бы подстраховаться и понять что за уроки это ведь в этих всех аспектах заложены и задание что надо делать поэтому изучайте это пожалуйста и будет вам счастье да в общем на этом я буду закругляться люблю вас всех по-прежнему очень сильно до новых встреч пока пока